Охренеть! Да сколько? Да вы чё? Это мне надо пулемёт. Всем привет, с вами Денис на канале E-Game и мы продолжаем играть в хоррор игру Они и Мы. Ну что, погнали. Так, я в треугольной комнате, у нас есть наконец-таки верёвка, которую я с трудом добыл, убив этого привратника. И получив УЗИ при этом, не смотрел, посмотри, обязательно серия была жуткая, серия была страшная. Так, спускаемся вниз, спускаемся в подвал. Что же нас ждёт в подвале? Что же мы там получим? Что же мы там возьмём? Это интересно. Дыра, правда, жалко сделали, что идеально, прям люстра прям её пропилила. Так, что это? Что это за краб-убийца? Так, это люстра какая-то, это я могу подняться. Так, я не понимаю, ага, вот сюда надо идти, я думал, куда мне надо идти. Так, медальон света взять? Взять. Взять же медальон света? Конечно, открылось. Что у нас открылось? Так, где мы находимся? Так, вон она дверь, которая, мы тут были уже, одна из дверей там есть. Побежали туда тогда, мы тут были, это катакомбы. Так, я подбегаю к двери, открываю, ключ сброшен, мы открыли много, или всё вообще. Так, здесь какая-то лаборатория, блин, записка, читаем, Арнольд Говарда. 9 сентября 1981 года. Чем дольше я остаюсь в этой маленькой комнате рядом с подземельем, тем хуже мне становится. Я чувствую, что схожу с ума. Мне всё время слышится голос сяда, носящийся с другой стороны двери. Со стороны катакомб, по несколько раз я возвращался обратно, когда культисты забыли запереть двери в подземелье. О чём очень жалею. Кажется, теперь мне понятна часть дьявольского плана магистра. Я обнаружил в подземелье десятки гробов, от которых исходили запах гнили и разлагающихся тел. Мне слышали звуки какого-то шарканья, словно что-то пыталось вырваться из них. А ещё нашёл подвешенных на цепях скелеты, похожие на казнённого в прошлой ночи культиста. Однако самое странное, это стоящие по всему подземелью флаконы с тем, что они называют святой водой. Культисты дали мне парочку флаконов, чтобы я поставил их в своей комнате. Они утверждают, что лишь святая вода удерживает призрачных существ на расстоянии. Это всё какая-то бессмыслица. Эти люди абсолютно точно не христиане, жутко. Да, так, погоди, там мой монстр. Монстр нам надо быстро здесь, я не хочу здесь находиться, да. И всё? И всё серьёзно? Так, это мне очень надо. Так, погоди, что я могу выбросить? Чем я могу пожертвовать? Я могу вот так вот поменять местами. А, я могу просто их объединить. Как замечательно, как замечательно. Патроны с пулемётом, всё. Ну, валим отсюда, валим. Валим всё, ребята, отсюда. Всё, что мы могли взять, взяли. Короче, тут больше делать нечего. Ладно, идём дальше. Так, смотри, вверху слева, дорога вверх. Мы там ни разу не были. Вот мы, я сюда и бегу. Я так, в принципе, подумал, что надо изведать сначала это место. Потому что дальше я не совсем понимаю, куда бежать. Куда? Что мы ещё? Где мы ещё не были, так скажем, с тобой? Так, что это у нас? Что это у нас здесь есть? Сказано Эчне. Я могу поджечь это с помощью зажигалки. А-а-а! И сколько их здесь? Целая куча, правильно? Ну да, подожди. Во-первых, у меня нет зажигалки. А во-вторых, нам нужна подсказка. Сейчас, сейчас всё будет. Сейчас я перемотаю, перемотаю. Так, я сбегал за зажигалкой. Смотрим, смотрим, что у нас в файлах есть. Файл третий, наверное. Дневник избранного, дневник рабочего, рисунок о божественном огне. Вот они. Вот порядок. Игната, Веста, Фия. Давай с первых трёх начнём. Игната, Веста, Фия. Ищем. Игната, Веста, Фия. Веста. Нет, нам надо. Игната первая. Веста вторая, понятно. Фия третья. Игната, блин. Игната. Игната. Игната вот это, да? Да. Игната, пробуем зажечь. Правильно я понял? Да. Веста вверху. Самая верхняя справа. И Фия вот это вот. А Веста вот так вот. Я всё, я у меня память. Ооо, я тебе говорю. Я даже не буду, я даже не буду смотреть. А, зажечь же надо. Погоди. Смотри. Я тебе говорю, это Веста. Ну, а Фия вот это. Игната, Веста, Фия. Так, хорошо. Читаем далее. Блин. Да, 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 да. Вот файлы. Третьи файлы. О божественном огне. Этне, Неция и Ародера. Этне, по-моему, была вверху справа. Самая верхняя, самая правая. Если я не ошибаюсь. Этне. Этне, ты? Этне. Зажигаем. Так, так, так. Что у нас еще? Что у нас еще? Блин, я забыл. Прикинь. Адры, адры. Давай проверим. Вот сейчас правда. Если первое прям хорошо помню. Адры. Нет, это в конце. Это в конце. Значит, слева зажигаем. Вот этот огонь. Блин. Да что ж ты такое делаешь со мной? Прям в миллиметре не подошел. Все. Не считается. Скрип не заработает. И сюда. Хорошо. Да что такое? Тороплюсь это называется. Так, все. Четко. Вау. Там какие-то архангелы, демоны сидят. Смотри, какие жуткие. Смотри, какие-то жуткие. Так. Не знаю, правильно ли мы идем. По сути, нам основная задача-то притащить вот эти три круга и вставить их в центр, по идее. Ну, у меня есть два. Я их скинул в ящике. А третьего нет. Наверное, за третьим мы сейчас... Болото. Да ты что, прикалывайся? Полета. Так, а что у нас тут есть? Покажи карту. Ни хрен на себе. Болото. Так, а давай так обойдем. Давай так тебя обойдем. Так, ну ты подожди. Ты, по-моему, тот чувак, который... Взрывайся. Да, блин. Нафиг пошел. Да взорвись ты уже. Так, и что мне? Подожди, вижу. Угу. Угу. Хорошо. Так, я по пояс в болоте. Медсестра. Это не гигиенично, нифига. Это плохо. Так, вот так. Вот бы так все хэдшоты. Все бы так хэдшоты, слышишь? Что, вообще было бы четенько. Ладно. Жалко. Мне очень жалко патронов на зомби, которых я могу, в принципе, обижать. Так, это жирный. Это жирный. Его надо убить. Вот. Жирных надо убивать. Так. Это опять он. Это опять он. Так, я что-то ищу. Что именно? Я не совсем понимаю. Что-то я ищу. Что-то я... Ух. Страшный просто. Ты не жирный, ты просто страшный. Так, я бегаю, по-моему, по кругу. Да? Ну, я надеюсь, конечный итог будет правильным. Я к чему-то должен прийти. Хорошо? Хорошо. Так. Арбалетные патроны. Ну, это не то, что я ищу, вообще-то, здесь. Давай сюда. А потом я так, опа, обхитрил. Обхитрил. Подожди. Тебя давай тоже так. Опа. Я ж надеюсь, не у вас что-то скрывается. То, что мне прям очень надо. Вот какая-то ворота. Погоди, погоди, погоди. Мне кажется, сюда можно поставить что-то маленькое и круглое. А, что маленькое и круглое, я откуда знаю? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не знаю, буду искать. Я так понимаю, я могу, дай его взять. Да, я взял медальон. У меня закрылась дверь. Но я, у меня все четыре теперь медальона. И теперь я могу вернуться вообще. Ставить их все четыре обратно на кладбище. Ну ладно, погнали. Так, мы на месте. Наконец-таки я добежал. И мне осталось поставить крайнюю-крайнюю эту плашку. Здесь надпись. Ангелы защитят наше святое место от зла. Так, последняя у меня осталась. Медальон ангела. Все, дверь открылась. Наконец-таки путь был не близок, я тебе говорю. Не близок. Сейчас просто беготня из одной локации огромной. Совершенно другую. Посмотрим. Посмотрим, что нас ждет. Я, наверное, возьму все-таки ружье в руки. Жизни у меня, кстати, нет. Это очень плохо. Правильно же нету жизни? Или есть у меня жизни? Есть? А, не, есть. Погоди, ладно. Там даже три. Тройная плашка. Так, посмотрим. Дневник привратника. Запись два. Время, проведенное мной на этом острове, превращается в размытое пятно. Ведь магистр и его ублюдский ребенок неуклонно продолжают подчинять себе мою волю. Служить лорду Айтфриду. Моя воля, моя судьба. Но часть меня все стремится к самостоятельности. Я понимаю, как все бы было в особняке до того, как появился он. Мне физически больно даже писать это. Вот почему я буду и дальше вести свой дневник, покуда смогу еще прикладывать пирог бумаги. И пока не стану одной из его марионеток, которых он полностью контролирует. Да, они такие. Они такие. Эти привратники. Эти всякие монстры. Не монстры, а всякие сектанты. Так, взять кольцо с печаткой. Это ради этого я сюда бежал. Это кольцо, которое надо воткнуть вот там на болоте. Ты серьезно? Вот прям серьезно-серьезно, что ли? Ладно, больше тут ничего нету. Все, идем тогда на болото. Это вообще абсолютно другую часть локации. Итак, я на месте. Я очень надеюсь, что это то, что нам надо. Ой, как хорошо. Я уже испугался, если честно. Потому что... Думал, что... Вдруг не то. И тогда я вообще бы не знал, куда идти. Так, хорошо. Ворота закрылись. Ворота открылись. Мы бежим дальше. Мы бежим дальше. А, бегаем. А, вот там тупик. Ну, мне кажется, там может быть что-то интересное. И просто ж там просто так тупик, да, сделали? Как ты думаешь? Вот как ты именно думаешь? Как ей ходить в болоте? Тут же можно просто утонуть. Просто утонуть. Так, ладно. Это мы возьмем. Ради, короче, стрел. Потратил кучу... Объединить. А, не могу объединять еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Куча патронов ради стрел, которых надо выпустить в два раза больше. Это кто? Что за обезьяна? Обезьяна какая-то. Подводная горилла, обезьяна, мутант. Не-не. Идите нахрен. Все нахрен. Все пошли нахрен. Хорошо, что тут есть. Мазь! Блин, вообще обидно. Мазь, которая мне как бы... Как бы, может, и нужна была. Но там зомби. И я очень долго буду с ними бороться. Давай здесь, покажи. Опять что-то такое. Ммм, бинты. Хорошо. Я эти применю. А эти возьму. Вот. Тут бы как раз массе помогла мне. Ну да ладно. Какой-то мост, что ли, да? Такой прям реально гнилой мост. Хорошо. Так, где мы есть? Мы в какой-то... В какой-то конюшне. Такое ощущение. Блин, ну так бы ты всегда хэдшотила, тебе вообще цены не было. Закрыто. Окей. Окей, закрыто. Не порчу настроение. Ни себе, ни людям. Тут еще есть какие-то ворота. Так, где мы находимся? Ага, здесь. Могу пройти, нет? Это лодка? Где лодка? А, вот сзади лодка. Я думал, вот эта разбитая. Интересно, смогу ли я на ней свалить отсюда? Должен же быть какой-то путь к этой проклятой лодке. Ну, видимо, должен быть. Но нету. Ладно, бежим дальше. Сейчас найдем, погоди. Погодь. Все, сейчас найдем. Не переживай, ты не волнуйся. Не волнуйся, что это у нас? Так, арбалетные взяли. Лист, там записка дневника привратника. Кто такой привратник? Запись 4. Несмотря на то, что я изо всех сил пытался быть скрытным. Прошлой ночью меня поймали на слежке за привратником. В этот раз он сопровождал одного из представителей старшего круга обратно из болот к югу от особняка. Я попытался подойти ближе к ним. Ведь он нес на своем плече женщину. Постеронняя или потенциально просвещенная. Не знаю, но любопытство сыграло за мной злую шутку. Меня велели запереть в своей комнате до дальнейших указаний. Еду и воду мне приносили один из членов культа. Интересно, в курсе ли они о руинах и двери, что ведет под землю? Так, поговорю, что магистр планирует вывести меня на болото. Дабы я стал примером для всех тех, кто не слушает его наставлений. Церемония так близка. Я надеюсь, что они только запугают меня. Магистр, я усвоил урок правдом. Ну, конечно, конечно, когда уже поздно, да? Когда уже как бы, как бы поздно. Так, а куда мне тут еще можно сходить? Давай на карту посмотрим. Угу, портал. Ровно в другой стороне находится. Жаба какая-то. Жаба, плюющая чем-то. Так, тут я в тупике! Какого хрена? Тут реально тупик? Да. Жаба, жаба, стой, сиди. Я тебя не трогаю. Я тебя не трогаю, все хорошо. Но все хорошо. Так, в портале мне делать нечего. Мне надо в дом. Единственный и неповторимый, как бы, или что тут? Вот в этот, да? Мы тут еще не были. Сарай. Сарайчик. Сарайчик, сарайчик. Так, еще арбалетные. Это я выброшу, смотри. Сбросить. Да, это взять и объединить, соответственно. Ну вот так, ну конечно же. Это опять взять. Ну почему сразу нельзя объединить? Так, тут тоже что ли ничего нет? О, тут есть... А, нет. Подожди. Я пробежался по всему, чему только можно было. И, если честно, нифига не нашел. Это как так? Это как так? Куда ж мне теперь тогда? Погоди, тут что у нас? Тут у нас, по-моему, все закрыто. Дом с одной стороны открыт. А, где портал? Там есть какой-то проход. Да, лестница наверх. Не работает. Портал. И вот рядом с порталом. Вот, да, я тебе говорил же, что тут есть. Что-то. Вот так вот. Вот так вот. Вот, блин. Нет бы хоть шоты, хотя бы чуть-чуть быстрее их убивали. Я что, зря целюсь вот в голову прям. Выцеливаю. Один хрен. Такое ощущение, что в пузо стрелять, что не в пузо. Так. Нужно все проверить. Ведь пути назад не будет. Это что значит? Это что значит? Старый магнитофон. Так, пленка, да? О, ключ какой-то. Погоди, а что я могу выкинуть? Давай выбросим пока зажигалку. Я очень надеюсь, что она нам не пригодится. Сбросить ее, да. Ключ. Ключ и сохранюсь я, в общем. Ключ. Ключ от хижины. Хорошо, и сохраняюсь, и иду дальше. Так, я подхожу к хижине. Она сама заходит. Подошел только к хижине. Смотрю. Ух, дай мы же тебя убили. Вали отсюда, блин. Мы же его прям захренячили. Я потратил все свое здоровье и патроны. И еще кучу всего. Чтобы его уничтожить. Так. Да холодильником. С такой его мощью, он его просто вот просто вот знаешь так оп и открыл, мне кажется. Так, ну ладно. Ладно, мы находимся наверху. Так, этот фонарь, он где-то встречался. По-моему, тебя, когда ты плыла на лодке, тебя тащили. По-моему, там как раз этот фонарь и был. Так, что у нас? Шкаф есть. Холодильник. Надеюсь, выдержит. Да что же это за монстр такой? И что ему нужно от меня? Так, да блин, он вон, двери, окна выбиты все. Так, сюда есть проход. Вот, окей, 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 окей. Вниз, давай, вверх пока. Так. Медсестричка наша. Блин, жалко костюм, нельзя больше менять. О боже, ты в порядке? Это кто? Это дочка ее, что ли? Так, это дочка ее, что ли? Это ловушка. Нет, я больше не оставлю тебя. Я вытащу тебя оттуда. Обещаю. Охренеть. Да сколько? Да вы что? Это мне надо пулемет. А, обалдеть. Их тысячи. Так, нужно быстро найти ключ от этой клетки. Ну, окей. Минута? Серьезно? Ладно. Минута? Давай. Где может быть ключ? Тут может быть? Нет, не может быть. Где может быть? Где он может быть? Где он может быть? Может быть. Эээ, искать ключ. Вы не... Так, вы нашли ключ. Нашел сразу? Серьезно? А, он тут и был. Быстро нашел. Вот это поворот. Нет никакой Эмили. Никакой Эмили нет. Это она сидит. Круто. Очень круто. Так, она вылезла из погреба. Там был погреб, кстати. Я туда не залез. И... И убегает. Прям сваливает. Прям на лодке. Все? Конец? Ну, нет. Нет. Подожди, а тот наш друг с вертолетом с клевым, как бы... Да нет. Знаю. Ты где-то здесь, Андреан. Вот он. Я должен выяснить, что же с ним случилось. Вау. Я играю за чувака. Что у меня есть? У меня есть два пистолета. У меня есть куча жизней и... Точнее, одна жизнь и... Ножик. Welcome to Alifritown. Круто. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Так, это что такое? Это что такое будет? Я играю за чувака. Так, пистолет, шесть патронов. Шесть патронов мало. Мало шесть патронов. Какая-то... Деревня напоминает мне четвертый или пятый резидент. Вот прям... А вот... Даже, наверное, почему-то пятый больше. Такие же там были узкие улочки. Четвертый все-таки был как-то более заброшенный, что ли. Так, там вот что-то вижу, но взять не знаю как. Какого хера? Какого хера кто это? Так, братья и сестры, у тебя эти... Как их там... Так, взять. Взять патроны. Хорошо, набирают патронов. Это война. Это война. Я тебе говорю. Умри. Ох ты, блин! Собака, блин! Я тебя не на собаках, я вообще ненавижу. Собака. Стань, собака, ровно. Собак в первую очередь. Я тебе серьезно говорю. Собак надо отстрелить в первую очередь. Так, ну они пока далековато. Ах ты, тварь. Ну почему ты... Ты же была далековато от меня. Скотина. Хорошо, убил. Отлично. Погоди, там что-то было. Просто тут... Тут много всего. Так, патроны. Где еще? Да только что-то мелькало. Вот, да. Аптечка. Хорошо. Перезаряжаем. Их много. Еще вон там что-то блестит. Нифига это не... Это отблеск просто. Умри. Умри. Короче, на нас напала вся деревня. Я тебе говорю. Вся деревня, а на нас ополчилась. Но это тогда уже Резидент 4. Это Резик 4. Погоди, чувак, погоди. Пока ты там телеседут. Спокойно. Главное быть на релаксе. Я тебе говорю. На релаксе. Ой-ой-ой. Какой ты толстый. Какой ты жирный. Но мой подпистолет... Мощнее, чем у Эмили, по-моему. Так, а ты вообще взрывайся, да? Хорошо. Для вас тут много как. Подожди, а мне надо их убивать? Может мне надо их куда-то и пройти все-таки? Давай попробуем пройти. Патроны взяли. Давай побежим. Побегаем. Как бы убить? Ну, судя по тому, что мне дают огромное количество патронов. Таки мне кажется, что их надо прям пойти и убить. Но это не точно. Прям очень. Чисто патроны, патроны, патроны. Ну, смотри. Смотри, патроны. Чисто патроны. Угу. Хорошо. Их очень много. Ладно, давай их искоренять. О, фонарик я не включил. Дома. Домой забежал. Хорошо. Отлично. О, это патроны для другого пистолета. Более мощного. Блин. Лишь бы собак поменьше было. Одна собака меня устраивает. Одна собака меня прям очень устраивает. Хорошо. Где еще? Бляха, муха, ну я же сказал. Хорошо. Ой, такие собаки меня тоже устраивают. Которым пофигу. Да ты вообще бессмертный что ли, блин. Стреляешь, он даже... Да кто еще одна собака? Ты посмотри. Нет. Ох ты, блин. Здравствуй, чувак. Здравствуй, чувак. Я думаю, мне надо другой пистолет для тебя. Давай попробуем с другим. Во. 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 Хорошо, подожди на тот пистолет. И объединим с патрончиками. И объединим. Жизнь выпьем. Все. Так, тут куча собак. Куча просто. Куча собак, куча зомбиков. Не в тех стреляю. Я вот в ту надо стрельнуть. Блин. Сдохни, тварь. Побежали, блин. Меня окружают, знаешь, прям жутко. Жутко, если честно. Жутко, я такой прям... Толсятина, блин. Хорошо. Минус одна еще собака. Они тут все. Они тут все, я тебе говорю. Так, вот этого. Отлично. Хэдшот. И не стоим на месте. И не стоим на месте. Идем. Постоянно надо двигаться. Мы перезаряжаем. Бляха, муха. Вот я поэтому и говорю, что надо двигаться. Надо ее... Просто ее надо найти. Где ты убегаешь, тварина? Да, я не перезаряжаю еще. Хорошо. 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 Да ты вечный, что ли? Хорошо, перезаряжай. Где еще одна собака? Вон она. Вот она. Тварь. Я тебя ненавижу. Что ты? Скотина. Да ты посмотри. Да нифига себе. Попробуют за ней угнаться. Ты видишь? Это психованная собака. Собака псих. Так, полицейский. Умри. Умри, тварь. Хорошо. Умри. Зараза. Умри. Да нет, нет, нет. Укусил. Так, у меня жизни мало. Жизни мало. Погодите. Погодите, ребята. Бочку можно разбить. Жизнь выпить. Перезарядка. Объединяем. Вот так вот. Да, хотя бы одна. Выходим отсюда. Вот эту одну мразь. Эту собаку надо убить. Они меня убивают больше всего. Я тебе говорю. Это вот. Где они? Так, что-то намечается. Маньяк огромный с бензопилой бежит в мою сторону. Но мы знаем, как с ним сражаться. В принципе, мы знаем, как с ним сражаться. Давай, подходи, подходи, подходи. Подходи, тварь. Так, главное, чтобы я его услышал. О, подожди, что это выпало. Патроны. Так, сзади, что ли, это нет? Моя тень. Я уже своей... Все уже. Это уже клиника. Боюсь своей тени. Боюсь своей тени. Прикинь. Так, все. Давай, я готов. Недалеко. Вон он, вон он, вон он, вон он. Объединяю с вот этими. И беру в руки. И давай. Ну, давай, давай, тварь. Давай, тварь. Все, нафиг, нафиг пошел. И так, ключ от навесного замка. Где мы не были? У меня нет карты в этой области. Хорошо. Мне надо куда-то уходить, наверное. Чтобы, 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 как бы... Так, аптечка, аптечку. Давай, вот эту я выпью. Нельзя использовать. Тогда я ее нафиг выброшу. Возьму, во-первых, пистолет. Вот этот. Вот это я сброшу. Потому что, ну, как бы, аптечка полноценная, полная. Гораздо нужнее и важнее. И ухожу отсюда. Так, вот какие-то кусты. Вот здесь мы не бегали. Я бегал везде, кроме вот этих вот какой-то... Ммм, дети кукурузы. В кукурузных полях. Здесь мы с тобой не бегали. Так, здесь возьмем. Не возьмем. Давай, скажи... О, сброшен ключ. Хорошо. Это от того, что нам надо было. Мы как раз сюда с тобой не заходили. Так, а он не заходит. Стоит просто. А, нет. Он то стоит, то не стоит. Записка выжившего. Он восседает на трон лжи. Все его существования основаны на обмане и манипуляциях. Если найдете эту записку, то, значит, вы тоже поддались его лжепророчеству. Магистр существует с момента зарождения чрезвиста. Это правда. Ну вот остальное про преображение. Великое морское преображение. Что сделать людей бессмертными богами. Все это чистой воды обман. Его истинная цель устроить хаос. Апокалипсис. Я один из немногих, кто выжил после последней церемонии магистра. На которой сотни моих так называемых братьев и сестер инициаторов преображения превратились в ужасных и хищных существ. Восторг от его присутствия и сказанных обещаний настолько замутнил наш разум, что мы все еще ничего не заподозрили. Он явился к нам во снах, не призвал нас, словно божий дух. Его строгий приказ о том, чтобы мы не обращались с внешним миром, должен быть насторожить нас. Стоит упомянуть и о том никчемном подобии человека, которого называют привратником. Даже после того, как сыновья бедолаги были убиты магистром, он все равно присягнул на верность этому проклятому мошеннику в обмен на бессмертие. Он потерял все, даже собственный особняк, который отдал магистру. Превратник – живое существо безжалостного магистра. Если вы это читаете, то вам стоит бежать. В ее обществе вас ждут лишь смерть и страдания. Жутко, 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 жутко. Это магистра привратника был остров. Остров был привратника. Он отдал его. Тот его детей убил. Какой кошмар, какая жесть. Ну, привратник зато он сильный. Я его стрелял, убил, он дальше идет. Он реально, наверное, бессмертный. Такое чувство, что привратник реально бессмертный. Так, а что у нас тут? Так, я играю снова за... Снова за воспоминания. Воспоминания давай почитаем. За Алишу. М-е-м-у-ри. Как-то у тебя мало воспоминаний, что ли. За пиздец. Воспоминания. О, боже, Эмили, по крайней мере, я думал, что это Эмили. Этот ублюдок, привратник, загнал меня в ту хижину, что на окраине болота, где я нашла ее. Она сидела в клетке и пыталась мне что-то сказать. Она выглядела иначе. Намного старше, но я знаю, что она моя дочь. Несмотря на все препараты и травмы, что подпортили мои воспоминания, ничто не в силах разорвать связь матери и дочери. Я думал, что наконец-то нашло свое солнце. Но потом она просто исчезла. Она меня напала еще больше этих монстров. Не знаю, как долго я еще продержусь. Я видел столько всего, что не укладывалось в голове. Порталы, монстры, альтернативные миры. Должно быть, я схожу с ума, но вот пол лишнего одном. И осталось хоть крупиться нормально посреди всего этого бреда. Если только он тоже не галлюцинация. Как, черт возьми, остановить это все? Да, это реально страшно. Я с тобой просто вот прям просто согласен. Куда мы бежим, где мы находимся, непонятно. Карта от этой области отсутствует полностью. Так, ну бегу прямо. Бегу прямо, куда не знаю. Вода какая-то зеленая. Дверь. Вода зеленая, двери открываются. Хорошо. Карты в этой области нет. Бегу, ладно, бегу. Так. Погоди. Может сюда кровь? Тут какая-то кровь. Опасно. Я готов. Я готов во всех убивать. Жизни взять, конечно. Жизни взять, согласно карте. Недалеко отсюда есть небольшой остров. Угу, понятно. Журнал Говарда. Так, 13 сентября 1981 года. Я встревожен. Члены культа начали враждебно ко мне относиться. Однажды ночи двое высоко поставленных членов старшего круга культа ворвались ко мне в комнату. Перерыли в ней все и требовали показать мои рукописи и исследования. Им удалось отыскать инструмент для перевода. Он очень сильно взбесил их. Меня попытались задержать. Один из них отобрал его у меня и тотчас помчался прочь, по-видимому, чтобы показать инструмент своему хозяину. Меня это очень разозлило. Ведь я потратил очень много сил, чтобы создать эту проклятую штуку. Затем завязалась борьба, в которой культисты, одурманенные своим ужасным варевом, пытались укусить и разодрать меня. Мне удалось сбежать через потайной выход, который я сделал за одним из библиотечных шкафов. Благо, культистам не удалось угнаться за мной. И еще мне повезло, что у меня под рукой был рюкзак. Пока я пытался... Кхе-кхе... Прятался, он нашел небольшую бухту у берега, где смог укрыться получше. Лишь в ней и можно понять, как сильно туман окутывает это место. Однако, мне все кажется, что сквозь него я вижу вдалеке остров или даже какой-то маяк. Я пытался спастись и уплыть отсюда, но как только мои ноги касаются воды, мне становится очень плохо. Будто невидимый барьер заставляет меня оставаться здесь, на этой несчастной земле. Ой, страшно, страшно. Как страшно, бедные вы люди. Куда вас занесло? Так, ладно, взяли, побежали. Есть какой-то остров, есть какая-то фигня. Но мы бежим... Но мы бежим дальше. Все дальше, дальше и дальше. Куда? Непонятно. Вообще мне непонятно. Вот так, вот так, вот так. Пули для пистолета. Хорошо. Хорошечно. Вертолет, я вижу. Мы сейчас свалим отсюда с этого проклятого места. Давай. Майами. Так, должно быть это вертолет, о котором говорил Пол. Внутри лежит рация. Вы хотите ли использовать ее? Ну-ка, естественно, хочу. Пол, давай. Прием. Пол? Это ты? Алиша? Да, это я. Полагаю, ты нашла вертолет. Что случилось? Пол, думаю, что готова покинуть остров. Я уже везде искала Эмми. Не могу ее найти. А оккультисты... Они преследуют меня. Уверена, что хочешь улететь. Ты знаешь, что будет, если мы вернемся ни с чем. А вариантов нету! Прошу, Пол, быстрее. Они близко. Окей, окей. Просто держись. Я скоро буду. Так, 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 так. Так, мне надо вооружиться, вооружиться. Я думаю, ружьем сперва. Блин, патронов-то нет на ружье. Пять штук всего. Давай. Кто тут идет? Я иду вам навстречу. Ну, что ты, тварь? Что ты, тварина? Сектанты понаделали сект ваших уродских. И теперь, блин... Так, все, патроны... О! Кто? Топор кто-то кинул. Я понял. Я аж перепугался, если честно. Блин, а что ж я не взял пулемет? Я им так и не воспользовался. Слышишь, че? Сдох. Сдохни, тварь. Все, что ли? А, всего три было? Я думал, их опять орда там целая. Что показывает нам? Я ничего не вижу, что происходит. Адвокат. Что тут происходит? Ты видишь что-нибудь? Я нифига... А! Во! Пол! Ты! Здорово! Наконец-таки. Это она моргала глазами, походу. Поэтому у нас затемнения было. Валим! Валим отсюда! Нахрен! Валим отсюда! Во! Пол! Давай! Так, полиция. Полиция моя. Жуткие деревья. Жуткие страшные. Улетаем. Так, на острове, по сути, все и остались, да? То есть монстры. Все это осталось на острове. Вот это какая-то злая сила. Так. Все. Конец. Теперь точно. Так. Спасибо за игру. Равенслуживатель легкий тип игры с видом третьего лица. 6 часов я проходил. Кратистика сохранения 18. Очень плохая концовка. Самая дерьмовая. Тут 5 концовок. Серьезно? Эпилог. 5 концовок? У меня очень плохая. Я прям супер топ. 5. Псс. После мучительных попыток Алиши найти свою дочь, встретиться с таинственным магистром и убедить Пола в своей невиновности, главная героиня покинула остров с пустыми руками. Не в состоянии найти какие-либо доказательства, подтверждающие заявление Алиши или выяснить, что случилось с давно пропавшим напарником Адрианом Беннетом. Пол за неимением другого выбора сдал Алишу властям. После этого ее отправили в тюрьму, а через 2 недели она покончила с собой, повешившись в стенах своей камеры. Как раз в тот момент, когда серия необъяснимых стихийных бедствий начала вывергать мир в хаос. Ну что ж, друзья, мы прошли игру. К сожалению, плохая концовка. Я посмотрю, как можно на хорошее пройти. Подумаю, если заново не надо, будет все полностью перепроходить. Возможно, перепройду. Клевая игра, мне очень понравилась. Стиль резидента. Частички Silent Hill здесь есть очень классно. От инди-разработчиков. Мои большой поклон таким играм. Побольше бы их. Я люблю такое. Прям ностальгия. Понравился тебе лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим. Обзор, прохождение летсплей. Подписывайся на все социальные сети. Все ссылочки будут в описании. Спасибо у тебя самого наилучшего. До встречи. Пока!